Культура Возрождения. Италия в эпоху Возрождения. С XIII века наблюдается закат Средневековья. Уже существует Единая Европа, у нее один культурный язык – латынь, три императора и единая религия. Европа переживает расцвет готической архитектуры. Начинается процесс становления национально-самостоятельных государств. Национальная идентичность начинает преобладать над религиозной. К XIII веку все более сильную роль начинает играть производство. Это первый шаг к преодолению дезинтеграции Европы. Европа начинает богатеть. В том же XIII веке крестьяне Северной и Средней Италии становятся лично свободными. Они лишаются земли. Пополняет ряды неимущих. Значительная их часть подается в города. Это время расцвета городов, особенно на юге Европы. Этот период характеризуется началом добуржуазного развития. К XIII веку многие из городов становятся самостоятельными государствами. Начало культуры нового времени прямо связывается с переходом от деревенской культуры к городской культуре. Кризис средневековой культуры глубже всего затронул ее основу – сферу религии и церкви. Церковь начинает терять моральный, финансовый, военный авторитет. В церкви начинают образовываться различные течения, как выражение духовного протеста против обмерщения церкви, ее втянутости в экономику. Форма этого протеста – рождение орденов. Это явление во многом связано с именем Франциска Осисского. Выходец из купеческого рода, он имел в молодости весьма свободный образ жизни. Затем отошел от легкомысленного поведения, начал проповедовать исключительный аскетизм и стал главой ордена нищенствующей братьи. Две черты характеризуют его религиозность – проповедь бедности и особый христианский пантеизм. Франциск учил, что благодать Божия живет во всякой земной твари. Животных он называл братьями человека. Франциск не осуждает мир за его греховность, а любуется его гармонией. За францискианцами с их проповедью бедности пошли очень многие люди, пожертвовав своим имуществом. 14 век обернулся для Европы тяжелым испытанием. Страшная эпидемия чумы уничтожила три четверти ее населения и создала фон, на котором происходит распад Старой Европы, возникновение новых культурных регионов. Волна культурных перемен начинается с более благополучного юга Европы, с Италии. Здесь они принимают форму ренессанса. Он вступает как частный случай культуры нового времени. Сам термин возрождения, ренессанс, начал применяться в XVI веке по отношению к изобразительному искусству. Автор жизнеописаний наиболее знаменитых живописцев, воятелей и зодчик, художник Джорджио Вазари писал о возрождении искусства в Италии после долгих лет упадка в период Средневековья. Общая характеристика прото-ренессанса. В XIII веке в художественной сфере значительно усилился интерес к античности. Этому в немалой степени способствовали несколько обстоятельств. После захвата крестоносцами Константинополя в Европу резко усилился приток греков, носителей греческой античной культурной традиции. Усиление торговых связей с арабским миром означало, кроме всего прочего, усиление контактов с античным культурным наследием, хранителем которого в то время выступал арабский мир. Наконец, сама Италия в то время была переполнена памятниками античной культуры. Отличным материалом для осмысления переходного характера прото-ренессанса по праву считается творчество Данте Алигьери. Его считают последним поэтом Средневековья и первым поэтом Новой Эпохи. Данте считал 1300 год серединой человеческой истории и поэтому стремился дать обобщающую и чем-то итоговую картину мира. Наиболее полным образом это сделано в божественной комедии. Связь поэмы с античностью видна уже в том, что одним из центральных персонажей комедии – римский поэт Вергилий. Он является собой мудрость, земную, просвещенную и наставляющую. Данте использует привычную для Средневековья форму видений для изложения новых политических и моральных воззрений. «Божественная комедия» перенасыщена политическим анализом и актуальным политическим материалом. О политике спорят даже в аду. Помещая в различные круги ада и рая философов, священников, политических деятелей, поэт превращает свои взгляды в новое общественное мнение. Политический пафос поэмы составляет идея всемирной монархии и ненависть к папству. Франческо Петрарку именуют первым гуманистом и первым литератором в Европе. Он происходил из небогатой, но старинной семьи, изучал право, большой интерес проявлял к древнеримской литературе. Его особенный любимец – Цицерон. Петрарка прямо отождествлял себя со святым Франциском и считал своим духовным отцом блаженного Августина. Вся жизнь Петрарки – это жизнь частного человека, который прежде всего по преимуществу обращен к своим интересам и к самому себе. В этом смысле он выступает как первый индивидуалист в литературе. Петрарка прославился своими сонетами, обращенными к своей возлюбленной Лауре. В этот же период происходит расцвет лирической поэзии. Во Франции это чувственная и высокая лирика Рансара. В Испании творчество поэтов Соломанской школы, французская новелла Маргариты Наваррской поражает обилием любовных историй. Особое место в этом плане занимает Джованни Бокаччо. Он утверждает в своем творчестве принципы новой нравственности. Перед тем, как заняться литературным ремеслом, он шесть лет изучал право, но основным же его увлечением была классическая мифология. Его декамерон поражает обилием любовных историй. Но теперь сластолюбие не столь осуждается, как это было раньше. Сколько воспевается находчивость и ловкость влюбленных. Бокаччо выступает против сословных разграничений в делах любовных. Дворяне со служанками, аристократки с конихами успешно преодолевают препятствия на пути к страстям. Общая характеристика раннего возрождения. Переходя к характеристике раннего возрождения в Италии, необходимо подчеркнуть следующее. К началу XV века в Италии уже обрел свои главные черты молодой буржуазный класс, который стал главным действующим лицом эпохи. Он твердо стоял на земле, верил в себя, богател и смотрел на мир другими, трезвыми глазами. Ему все более чужд становился трагизм мироощущения, пафос страдания. Эстетизация нищеты – все, что господствовало в общественном сознании средневекового города и отражалось в его искусстве. Кем были эти люди? Это были люди третьего сословия, одержавшие экономическую и политическую победу над феодалами. Прямые потомки средневековых бюргеров, которые, в свою очередь, происходили из средневековых крестьян, переселившихся в город. Города Италии были сравнительно небольшими, а накал общественной жизни, водоворот политических страстей, водоворот политических событий столь сильным, что никто не мог оставаться в стороне. В этой огненной купели формировались и закалялись инициативные, энергичные характеры. Широкий диапазон человеческих возможностей выявлялся настолько ярко, что в общественном и индивидуальном сознании рождалась иллюзия всемогущества человеческой личности. Этот сдвиг в сознании человека четко уловил один из важнейших деятелей возрождения Пико, правитель республики Мирандола, вошедший в историю как Пико де Мирандола. Его перу принадлежит трактат о достоинстве человека, в котором излагается учение о личной активности человека, о творении человеком самого себя. Идеалом становится образ самого себя создающего универсального человека, титана мыслей и дела. В эстетике Ренессанса это явление получает название титанизма. Человек эпохи Возрождения мыслял себя в первую очередь творцом и художником, наподобие той абсолютной личности, творением которой он себя осознавал. Раннему Возрождению история европейской культуры обязана появлением гуманизма. Он выступает как философско-практический тип культуры Возрождения. Термин «гуманизм» вводят новые люди раннего Возрождения, перетолковав по-своему античного философа и оратора Цицерона, у которого термин означал полноту и нераздельность многообразной природы человека. Сюда в понимании гуманистов относилась грамматика, риторика, поэзия, история, моральная и политическая философия, музыка и все это на основе глубокой греко-римской языковой образованности. Быстро сложилась особая культурная среда – группа гуманистов. Их состав поначалу был пестр – чиновники и государи, профессора и переписчики, дипломаты и духовенство. По сути, это было зарождение европейской интеллигенции, сознательного носителя образованности и духовности. Наиболее весомыми результатами ученых занятий гуманистов стали теоретическое обоснование утверждений человеческой индивидуальности, открытие внутреннего мира человека и разработка оригинальной концепции, в которой был найден синтез античных и христианских идеалов, христианский пантеизм, где природа и Бог были слиты воедино. В философии Возрождения явился неоплатонизм. Центральное место в нем заняло мысль о том, что мир идей определяет собой, осмысляет и организует всю человеческую личность. На конец XIV века приходится расцвет под Флорентийской академией, известной также как Платоновская академия. Она была чем-то средним между клубом, ученым-семинаром и религиозной сектой. Члены академии проводили время в ученых-диспутах различного рода фривольных занятиях, прогулках, пирушках, изучении и переводах античных авторов. Все общество в эпоху Возрождения, сверху донизу, охватывало бытовая практика алхимии, астрологии и всякой магии. Это было отнюдь не результатом только невежества, а следствием индивидуалистической жажды овладеть таинственными силами природы. Астрологами были уже многие папы. Города в борьбе друг с другом прибегали к помощи астрологов. Наиболее ярким бытовым типом раннего Ренессанса было то веселое и легкомысленное, углубленное и художественно красиво выраженное общежитие во Флоренции конца XV века. Здесь мы находим турниры, балы, карнавалы, торжественные выезды, праздничные пиры и вообще всякого рода прелести даже будничной жизни, летнего времяпрепровождения, дачной жизни, обмен цветами, стихами, мадригалами, непринужденность и изящество как в повседневной жизни, так и в науке, в красноречии и вообще в искусстве, переписку, прогулки, любовную дружбу, аристократическое владение итальянским, греческим, латинским, другими языками, обожание красоты мыслей и увлечения как религией, так и литературой всех времен и народов. Индивидуализм Ренессанса был под влиянием гуманизма, во многом освобожденным от влияния церкви. Однако назвать их атеистами у нас нет никаких оснований. Скорее, именно антицерковность была идеей возрождения. Человек все еще хотел оставаться духовным существом, пусть вне всякого культа и вне всякой конфессии, но все-таки вне того духовного благородства, которое раньше человек черпал из своего сознания о Боге. Эпоха раннего Ренессанса — время стремительного сокращения дистанции между Богом и личностью человека. Зачинателями раннего Возрождения в изобразительном искусстве традиционно считается художник Мазаччо, скульптор Донателло и архитектор Бурнеллески, которые жили и творили во Флоренции. Мазаччо довел до конца завоевание живописью трехмерного пространства. Историки искусства выдвигают у Мазаччо на первый план изображение на основе трехмерности человека, достойного и уверенного в себе, или же настроенного лирически, а иной раз и кокетливо. Скульптором, которому выпало в искусстве на целое столетие вперед решить многие проблемы европейской пластики, круглой скульптуры, монумента, конного монумента, был Доната Ди Никколо Ди Бетто Барди, известный в истории искусств как Донателло. Среди множества работ мастера особенно выделяется его бронзовый Давид. Уже только то, что Давид у Донателло стоит обнаженный, говорит о том, что для скульптора меньше всего значила ветхозаветная легенда сама по себе. Брунелески прославился гигантским восьмигранным куполом над собором Флорентийской республики. Он воспринимался как символ единения людей, ибо строился для того, чтобы в нем могли собраться все тосканские народы. Геометрия, математика, анатомия, учения о пропорциях человеческого тела имеют для художников этого времени огромное значение. Художник раннего возрождения числил и мерил, вооружался циркулем и отвесом, чертил перспективные линии и точку схода, трезвым взглядом анатома изучал механизм движений тела, классифицировал движения страсти. Большинство сюжетов художественных произведений Ренессанса взяты из Библии и даже Нового Завета. Эти сюжеты обычно отличаются весьма возвышенным характером и религиозным, и моральным, и психологическим, и вообще жизненным. Ренессанс обычно трактует эти сюжеты в плоской, самой обыкновенной психологии, самой общепонятной физиологии, даже в плоскости бытовой и обывательской. Так излюбленным сюжетом произведений Возрождения является Богородица с младенцем. Эти Мадонны уже не имеют ничего общего с прежними иконами, на которых молились, которым прикладывались и от которых ждали чудесной помощи. Эти Мадонны уже давно стали самыми обыкновенными портретами, иной раз со всеми реалистическими и даже натуралистическими подробностями. Даже вполне благочестивые живописцы, как бывший монах Филиппо Люпи и кроткий Беруджина, учитель Рафаэля, писали богоматерь со своих жен, любовниц, сохраняя портретность. Иногда Мадоннами оказывались известные всем в городе красивые куртизанки. Живопись раннего Возрождения отразила изощренную итальянскую чувственность тех времен. Широкое распространение культа чувственной красоты и грации. Блестящие образцы художественного осмысления этого явления дал Сандро Боттичелли. В его творчестве воплотились представления гуманистов о отождествлении души и тела, наиболее основательно разработанные у Лоренцо Валлы. Внутренние раздоры и борьба партий в различных городах Италии, не прекращавшаяся в течение всего Ренессанса, выдвигала сильных личностей, которые утверждали в той или иной реформе свою неограниченную власть. Отличались беспощадной жестокостью и какой-то неистовой яростью. Казни, убийства, погромы, пытки, заговоры, поджоги, грабежи непрерывно следуют друг за другом. Победители расправляются с побежденными, с тем, чтобы через несколько лет самими стать жертвой новых победителей. Важно понимать историческую необходимость обратной стороны блестящего титанизма. Для первоначального капиталистического накопления требовалась ломка всех коренных основ феодализма, в том числе морали и строжайших правил общественного поведения человека. Для такой ломки нужны были весьма сильные люди, титаны земного самоутверждения человека, часто со знаком минус. При феодализме люди грешили против своей совести и после совершения греха каялись в нем. В эпоху Ренессанса наступили другие времена. Люди совершали самые дикие преступления, и ни в какой мере в них не каялись, и поступали они так потому, что последним критерием для человеческого поведения считалась тогда сама же изолированная чувствующая себя личность. Священнослужители содержали мясные лавки, кабаки и горные публичные дома. Самое широкое распространение получают явления симонии, продажи должностей, коррупции, аморализма и вообще преступности высшего духовенства. Все это самым сильным образом способствовало падению авторитета католической церкви. Колоссальной фигурой эпохи Ренессанса был знаменитый монах Савонаролло. Он прославился своими гневными проповедями против развращенности клира и церкви, страстными обличениями тирании Медичи. На некоторое время он стал фактическим главой правительства Флоренции. Проводит ряд вполне демократических по духу политических мероприятий. Он защищал не обветшалое и старомодное, а гуманистически обновленное католичество. Римский папа развернул против него настоящую войну, в результате которой Савонаролло был сначала повешен, а затем и сожжен. Общая характеристика Высокого Возрождения Недолгий золотой век Возрождения – наивысшая точка рассвета итальянского искусства – наступает в трудные для Италии времена, совпадает с периодом ожесточенной борьбы итальянских городов за независимость. Его окончание связывают с 1530 годом, трагическим рубежом, когда итальянские государства утратили свободу, завоеванные Гатсбургами. Несмотря на максимальное напряжение сил республиканских кругов, Италия была обречена. Как некогда для греческих полисов, так теперь для итальянских городов наступил час расплаты за их демократическое прошлое, за сепаратизм, за преждевременность развития. Так рано и так бурно развившиеся в них новые социальные отношения не имели прочной базы. Так не основались на промышленном техническом перевороте их сила, заключалась международная торговля, а открытие Америки и новых торговых путей лишало их этого преимущества. К этому времени окончательно сформировалось и резко обострилось главное внутреннее противоречие культурного процесса возрождения, процесса становления индивидуализма. Великие открытия Коперника, Галилея, Кеплера рассыпали мечты о могуществе человека. Коперник и Бруно превратили землю в глазах и сознание человека в ничтожную песчинку мироздания. Гелиоцентризм и учения о бесконечных мирах не просто противоречили личностно-материальной основе Ренессанса. Это было самоотрицание Ренессанса. Из-за властителя и художника природы человек неожиданно стал ее ничтожным рабом. Кризис культуры Ренессанса ярко проявился и в сфере политики. Политическая жизнь Ренессанса отличалась очень большой интенсивностью и многоплановостью. Ни один из итальянских режимов начала XVI века не отличался большой устойчивостью, и власть часто переходила в руки тиранов. Господство индивидуализма в общественной идеологии сказывалось и на политической практике. Наиболее ярко это проявилось в творчестве и деятельности Никола Маккиавелли, прославившийся своим трактатом князь или монарх, или государь. Маккиавелли был сторонником умеренного демократического и республиканского строя. Но свои демократические и республиканские взгляды проповедовал для будущих времен. Для современной ему Италии, ввиду ее раздробленности и хаотического состояния, он требовал установления жесточайшей государственной власти и беспощаднейшего правления. В своих умозаключениях он базировался только на повсеместном и зверином эгоизме людей и на полицейском украшении этого эгоизма любыми государственными средствами с допущением жестокости, вероломства, клятвы преступления, кровожадности, убийства, любых обманов, любой бесцеремонности. Формально, государь Маккиавелли тоже является титаном эпохи Возрождения, но освобожденным не только от христианской морали, но и от морали гуманизма вообще. В этом смысле Маккиавеллизм предстает суровым детищем, изживавшего себя Ренессанса. Интересной формой проявления кризиса ценности Ренессанса был утопизм. Уже одно то, что сознание идеального общества приписывалось весьма отдаленным и вполне неопределенным временам, достаточно ярко свидетельствует о неверии авторов такой утопии в возможность создать идеального человека немедленно. В «Идеальном государстве солнца» Томмазо Кампанеллы поражает жесткая до мельчайших деталей регламентация всей жизни людей, вытекающая из отказа автора от гуманистических установок Возрождения. Сложную и противоречивую картину представляет собой искусство Высокого Возрождения. С одной стороны, как совершение всего предшествующего развития гуманистической идеологии, складывается классический идеал в искусстве. На первый план в искусстве выдвинулись проблемы гражданского долга, высоких моральных качеств, подвига, образ прекрасного, гармоничного, развитого, сильного духом и телом человека, героя. Достаточно только трех имен, чтобы понять значение этого периода для европейской культуры в целом. Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеле Анджело. В сознании потомков эти три вершины, по образному определению Дмитриевой, образуют единую горную цепь, олицетворяя главные ценности итальянского Возрождения. Интеллект, гармонию, мощь. Как зрелый мастер, Леонардо да Винчи предстает уже в Мадонне в Гроте. Вершиной его творчества является Тайная вечеря. В потрете Монной Лизы, кисти Леонардо, ярко выведены классические черты, то есть черты, свойственные эпохе Возрождения. Ясность очертаний, осязаемая гибкость линий, скульптурные переливы настроений в пределах физиономии и гармония противоречивого и зовущего в неопределенную даль портрета с полуфантастическим пейзажем. Рафаэль был убежден, что красота выступает как очищенная, совершенная форма самой природы. Она доступна глазам человека, и задача художника состоит в том, чтобы демонстрировать ее. Все покоряющей глубиной отличается величайшее произведение кисти Рафаэля «Сикстинская Мадонна». Как убежденный гуманист, прекрасный знаток античной культуры, предстает он в афинской школе. Единственная фигура у Микелеанджело, где мы видим героизированный титанизм, это Давид. В его знаменитой фреске «Страшный суд» Микелеанджело показывает щиту всего земного, тленность плоти, беспомощность человека перед самим велением судьбы. У художников Высокого Ренессанса человеческая личность поставлена выше всего. На картине это сводилось к тому, что пейзаж или ландшафт играл третьестепенную или даже совсем нулевую по сравнению с человеческими фигурами на первом плане. Подводя итог сказанному, следует подчеркнуть, что Возрождение предстает перед нами как длительный, сложный и противоречивый процесс формирования новой европейской культуры. У него были глубокие предпосылки социальной и духовной жизни позднего Средневековья. Он обуславливается многими конкретными экономическими, политическими и идеологическими факторами своего времени. Этот процесс совершался и в беспощадной борьбе, и в непрочных компромиссах со старым средневековым миром. В конечном счете его развитие сломило духовную диктатуру Церкви, утвердило гуманистическое мировоззрение, привело к революционному преобразованию идеологию и всех областей культуры. У итальянского Ренессанса было свое начало, своя зрелость и свой конец, проявившийся не как одновременный акт, а тоже как длительный и многоплановый процесс. Кризис Ренессанса был вызван столкновением его идейной программы, его духовных идеалов с социальной действительностью. Весь Ренессанс пронизан осознанием недостаточности и неокончательности первой формы индивидуализма человеческой личности нового времени. Две стихии пронизывают духовную жизнь и искусство Ренессанса. С одной стороны, мыслители и художники Возрождения чувствуют в себе безграничную силу и небывалую возможность проникать в глубины человеческих переживаний и художественной образности. С другой стороны, они же всегда чувствовали ограниченность человеческого существа, его частую беспомощность в преобразовании природы в художественном творчестве. Ренессанс, возникший в Италии, распространился по всей Европе и подтолкнул ее к дальнейшему развитию. Северное Возрождение Начало XVI века в европейской культуре неразрывно связано с историей итальянского Возрождения, зрелого и позднего. Уже в конце XV века успехи гуманистического движения отчетливо проявлялись в Нидерландах, Германии, Франции, Венгрии, в начале XVI века в Англии, Испании, Польше, скандинавских странах. Соответствие культурное изменение этого времени в европейских странах, лежащих с северней Италии, принято еще называть Северным Возрождением. Этот условный термин, так как памятников античного времени было очень немного, следовательно, в этих странах возрождать было практически нечего. Но использование этого термина вполне оправдано, если иметь в виду общность внутренних тенденций культурного процесса. Она заключалась в повсеместном росте и становлении буржуазного индивидуализма, распространении гуманизма, расшатывании феодального миросозерцания в растущем самосознании личности. Важнейшее изобретение XVI века — печатный станок. К середине века он завоевывает Европу. Монополия церкви на распространение письменного слова была подорвана. Открывались возможности издания светской и научно-технической литературы. К 1500 году в 26 городах Германии, Голландии, Швейцарии существовало 1100 типографий, которые выпускали 10-12 миллионов экземпляром преимущественно гуманистической литературы. Великие географические открытия расширили необычайно кругозор европейцев. Только теперь, собственно, была открыта Земля. Удар по вековым авторитетам в вопросе об устройстве Земли способствовал свободному научному поиску в других областях знаний. Уже в первой половине XV века влияние итальянского возрождения гуманизма ярко проявлялось в Нидерландах, небольшой стране, включавшей тогда территорию современной Голландии и Бельгии. Нидерландские города, хотя и не были политически самостоятельны, как итальянские, но давно уже богатели и крепли. Среди них были признанные центры международной торговли Брюгге-Антверпен. Раннее бюргерство северных стран — интересное явление европейской культуры нового времени. Ему несвойственный размах и многосторонность итальянцев. Но в более узких масштабах миросозерцание бюргеру не чуждо, особого рода скромнее величия. Ведь это он, бюргер, создал богатые города, боролся за свободу от феодалов. На его плечах лежали большие исторические задачи. Это и сформировало незаурядные характеры, для которых были характерны повышенное уважение к материальным ценностям, стойкость, корпоративная сплоченность, верность долгую слову, чувство собственного достоинства. Как говорил Томас Манн, бюргер был средним человеком в самом высоком смысле этого понятия. Уважение к самим себе, к своим вещам, буднями преломлялось через религиозное миросозерцание, поэтизировалось и одухотворялось искусству. Кредо североевропейских бюргеров можно обозначить как вполне мирскую, но благочестивую и религиозно освященную жизнь. Это вполне соответствовало и духу протестантских реформ, под знаком которых происходит XVI век. В Нидерландах, как и в Италии, гуманисты очень скоро ощутили, что мировое зло живуче и вездесуще. На рубеже XV и XVI веков наступили тяжелые времена. Страна перешла во владение хищных испанских габсбургов. Чем больше процветал Антверпен, который называли в те времена цветком моря, тем без церемонии грабили его испанские монахи, черпая здесь львиную долю своих доходов. В Нидерландах, как у себя дома, распоряжалась испанская инквизиция. Отчаявшиеся люди хватались за призраки, появлялись мистические убеждения, изуверские секты, занятия колдовством. Глубже всего эти настроения отразил в своем творчестве Иероним Босх. Холодный анализ человеческих пороков и беспощадный гротеск отличают его знаменитую картину «Корабль дураков». Самое грандиозное произведение Босха, «Триптих», «Сады земных наслаждений», в котором художник создает изобразительный образ греховной жизни людей. Внутренний нерв картины, тревожное ощущение художникам приближающейся вселенской катастрофы. Вершиной нидерландского ренессанса стало творчество Питера Брейгеля, старшего. Славу Брейгеля-художника создали его жанровые произведения на темы деревенских праздников, ярмарок, танцев, а также трагические произведения последних лет жизни, такие как «Вифлеемское избиение младенцев», где изображена резня, устроенная испанцами в нидерландской деревне, и слепые. Самым крупным мастером немецкого возрождения был Альбрехт Дюрер, великий живописец, гравер – первый на германской почве художник, универсал вполне ренессанского типа. Идеал человека у Дюрера отличен от итальянского. Образы Дюрера полны силы и интеллекта, но одновременно полны и тяжких раздумий и сомнений. В них отсутствует ясная гармония Рафаэля или Леонардо. Художественный язык Дюрера усложнен, аллегоричен. В начале своего творческого пути художник много и серьезно занимался искусством гравюры. Кризис усиливался. Развитие Северного Возрождения однозначно вело к реформации. Северного Возрождения